Иду я как-то по городу, а навстречу мне, кто бы вы думали, Эмми Уайнхаус собственной персоной. У меня прямо ноги подкосились. Неужто дух эпатажной певицы мне явился. Присмотрелась? Нет обычной девчонки из плоти и крови. Дети асфальта ее разыскали. Зову 17-летнюю могилевчанку Сюзанна. И сегодня она откроет большую тайну. Модно ли быть могилевской Эмми? Ее неспроста называют могилевской Эмми Уайнхаус. Те, кто знают, поймут. Сходство налицо. Хотя пару лет назад, выводя широкие стрелки, Сюзанна и знать не знала о британской певице. Стиль развивался постепенно. Я как бы саму Эмми, в принципе, и не слушала. Я даже ее наглядно и не видела. Ну, прическа, все как-то, даже немного мамы. Она как-то сама этот образ приобрела, и я смотрела на нее, думаю, почему бы не попробовать. Но как-то случайность. В общем, так сложилось неплохо, потому что как-то идешь в город вроде Эмми. Эмми, мне было интересно. Говорят, зайди, в принципе, посмотри. Я зашла, я была, конечно, в шоке, потому что очень похожа, очень. Ну, вот смотри, когда идет по городу Сюзанна в таком вот образе, начес а-ля Бриджит Бардо, стрелки, все такое ретро и похоже на Эмми Вайнхаус. Чего здесь больше? Сюзанны или все-таки Эмми? Нет, мне кажется, больше меня, потому что больше бы было Эмми, если бы я пыталась ее стиль скопировать. Но я этого не пыталась. Получилось, что мой образ, я не знаю, ну, это взаимосвязано как-то. Потому что люди, не зная меня, они видят во мне Эмми. Те, которые знают меня, они видят саму, ну, вот мой стиль, мой образ. Музыкальное пристрастие Сюзанны выдает не только Бабетта и стрелки, но и белая, расшитая пайетками перчатка, кстати, собственного изготовления. Кто-то говорит, о, Майкл Джексон, она косит под него. Ну, в принципе, пусть говорят, это их мнение, мне нравится. В будущем Сюзанна видит себя дизайнером и конструктором одежды в своем гардеробе, сочетает элементы разных эпох и не обходит стороной хендмейд. В этом, по ее мнению, кроется секрет индивидуального стиля, которого многие из нас почему-то боятся. Я вот когда иду в городе, у меня такое ощущение, что один человек приходит передо мной раз в 200. Ну, потому что те же куртки, те же джинсы, оно все одинаковое. Можно как-то это дополнить аксессуарами, прической, макияжем, но людям, наверное, это не надо. Они привыкли, ну, естественно, красота, да. Ну, девушка, ну, то есть девушка, чтобы использовать свою красоту. Можно где-то реснички подкрасить, где-то прическу. Это выразить свой характер. К тому, что кому-то образ Сюзанны кажется наигранным, девушка давно привыкла. Всем ведь не угодишь. А в том, чтобы равняться на людей ярких, интересных и талантливых, ничего дурного нет. Не обязательно жить такой жизнью, как они живы, да? Ну, брать пример можно. Но пример должен быть правильный. Мечта Сюзанны – модная столица мира Нью-Йорк. Безграничное творчество и эксперименты. Слава и успех подытожите вы. Да, но исключительно для благих целей. Дети, вот эти голодные дети, именно Африка, Бразилия, вот эти страны. Хочется помогать. Если есть возможность, то я этим обязательно займусь. Модно быть модным, модно быть стильным. Остается дождаться моды на то, чтобы быть человеком. Кто-то начал уже сегодня. На Agora. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.